Мазда провела обновление модели CX-5. С точки зрения дизайна почти ничего не изменилось, не считать же рестайлингом смену шрифтов на шильдиках. Зато технических улучшений хоть отбавляй. Так двухлитровому мотору добавили систему отключения двух цилиндров при низких нагрузках. У полноприводных версий появилась электронная надстройка, которая имитирует блокировки дифференциалов для улучшения проходимости. Кроме того, маздовцы улучшили шумоизоляцию салона, а в рулевой механизм бензиновых машин встроили дополнительный демпфер. Его задача снизить низкочастотные вибрации, приходящие на баранку. Датчик света теперь включает фары немного раньше, а система автоматического торможения увереннее распознает пешеходов в темноте. А еще на все двухпедальные авто начали ставить подрулевые лепестки для ручного переключения передач. В салоне появилась другая светодиодная подсветка, плюс экран медиасистемы встал на дюйм больше прежнего. Для отделки сидений отныне можно заказать комбинированную обшивку тканью и эко-кожей. В Европе улучшенные Mazda CX-5 появятся совсем не скоро, а вот российский офис марки предполагает, что до нас обновленные кроссоверы доберутся под занавес лета. Марка Jaguar доработала начинку электрического кроссовера I-Pace. Его система энергоснабжения теперь поддерживает подключение и к трехфазной сети. От 11-киловаттного источника энергии полная зарядка займет меньше 9 часов. До этого 7-киловаттное устройство требовало простоять возле розетки около полусуток. Также Jaguar у следующего модельного года перепал свежий мультимедийный комплекс PV Pro. У него мощное железо, продвинутый софт, плюс возможность обновления по воздуху. Остальное по мелочи. Новый салонный фильтр улавливает ультрадисперсные частицы и аллергены. В списке оснащения появились беспроводная зарядка смартфона, улучшенные камеры кругового обзора, салонное зеркало со встроенным экраном, а также ионизатор воздуха. В родной Великобритании Jaguar I-Pace подорожал всего на 700 фунтов. В Россию обновленные машины должны прибыть до конца года. Напомним, что недавно на территории Евразийского экономического союза были отменены таможенные пошлины на электромобиле. Первым брендом, который отреагировал на это событие, стал именно Jaguar. Российский офис понизил цену дорестайлингового I-Pace на 300 тысяч рублей.